Дорогие друзья, мы с вами беседуем в последнее время о достаточно тонких вещах, говорим о устроении человеческой души, о тайнах, добродетелях и пороках, которые составляют содержание нашего сердца. И помнится, я уже оговаривался в каких-то моих комментариях, можно было услышать характеристику раздражительности или страсти гнева. Что она и кто она? Самые мудрые исследователи человеческой души, святые отцы, пустынники, жёлны непорочной первых столетий христианской эпохи, говорят о том, что нашему сердцу присуща энергия гнева. И эта естественная сила дана нам для разумного употребления. Она напоминает собой меч, который воин скрывает в ножнах. Если человеку не отказал разум, то он никогда не употребит клинок, шпагу, кортик, меч, копьё для того, чтобы наносить раны себе самому или своим родственникам. Не правда ли? Но воин для того носит оружие, чтобы защищать свою хату, своих родных, свою страну от посягателей на священной границе Родины. Меч употребляет Божий слуга по мысли апостола Павла, чтобы карать достойных наказания тех, кто не смиряется перед государственной властью. И в этом смысле меч неплох, нехорош, но его употребление бывает дурным или добрым в зависимости от намерения. К сожалению, грех, вторгшийся в жизнь Адама и Евы, вы помните, как они приступили к несчастью, данную им заповедь ещё в раю? Грех настолько исказил силы человеческой души, что этот меч, энергию гнева мы стали употреблять худо и не к месту, направлять его на ложную цель. Похвально гневаться на собственные страсти, о которых мы сегодня беседуем, гордость и тщеславие, самоутверждение и гонор себя самого можно привести в чувство, мысленно осыпать укоризнами, поставить на место. Но, к сожалению, совсем немногие умеют гневаться на свои пороки и на дьявола, прячущегося за ними. Но в большинстве своём человек, из ножен, вынимая короткий кортик раздражительности или копьё гнева, поражает им своего ближнего, единокровного, единосущного, единомысленного друга, сотрудника, коллегу, того, с кем ты призван вместе трудиться и молиться, и крайне грешен, бывает гневливый, когда он всех вокруг себя обливает смертоносной горечью презрения. Заметим, что раздражительность начинается с малого. Внутренняя неприязнь, отчуждение от человека, пересуживание его реальных или виртуальных, действительных или мнимых недостатков в глубинах твоего сопытного сердца, какая-то усталость от людей, желание от них скрыться, презрительное, холодное отношение к человеку – это уже первый симптом. В тебе уже присутствует вирус или токсин гнева, если ты не настроишь вовремя струны своего сердца на гармонию любви, а начинается последнее с маленького – сострадание, сопереживание. Уметь посочувствовать, пожалеть, внутренне сокрушиться от человека, если он делает страшные ошибки и не чувствует, что идёт путём погибели. И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Сегодня, к сожалению, днём с огнём не сыщешь такую сердобольную, милующую и правых, и виноватых душу. Перевелись нынче, увы и ах, бабушки Арины Родионовны, которые в своих суждениях о людях бывают очень осторожны, очень смиренны и умеют плакать, как Николай Васильевич Гоголь учил нас невидимыми миру слезами о человеческом роде вообще и о каждом из нас в частности. Потому что духовная мудрость даёт нам видеть сокровенные состояния человеческих душ. И когда только ты помыслишь о том, что Бог пришёл в этот сумрачный мир для того, чтобы овечку, похищенную волком, человеческую природу, пленённую дьяволом, вырвать из его сатаны челюсти, исцелить, очистить и вознести к Отцу Небесному, когда подумаешь, что каждый из окружающих тебя людей – причина Бога воплощения, явление на земле Бога воплоти, когда ты вспомнишь, что Бог любит всех тех, кого Он создал, и промысл Божий ведёт и влечёт каждого из нас, ненасильственно сохраняя нашу свободу, предоставляя нам действовать в духе свободного произволения. Когда обо всём этом ты вспомнишь, то начинаешь смотреть на мир совершенно иными глазами, не из-под лобья, не собрав глаза в кучку, не со взором волчонка, загнанного в угол или лисёнка, из норки, смотрящего на мир, с ощерившейся пастью, но совершенно иными глазами, глазами Герды, глазами Золушки, сказочных героинь, глазами старика из сказки Александра Сергеевича Пушкина о золотой рыбке. Итак, возвращаясь к гневу, научимся, дорогие друзья, гасить его вспышки, его всполохи, его фугасы, вот эти искры раздражительности, мгновенно воспламеняющие наш внутренний мир. Едва лишь только мы заметили за собой подобное свойство. Вовремя вырви сорняк, и тебе не придётся бодаться с дубом страстного греховного навыка, гнева, ярости, ненависти, которые святыми отцами назывались антихристовой печатью. Я бы сказал, что борьба, внутренняя борьба за кротость и любовь и милосердие является, наверное, одной из главных задач, нравственных задач современника. Уж очень мы с вами заражены статическим электричеством, уж очень мы импульсивны, готовы, как сивка, бурка, вещи, каурка, взвиваться на дубы при одной единственной фразе, слове, нелестном, высказанном в наш адрес. Побольше терпения, побольше смирения, побольше выдержки, самонаблюдения. И поверьте, что эта игра стоит свеч, потому что человек, стяжавший опытную кротость, имеет в душе осязаемую благодать Святого Духа.